Корейская компания Nonco Bio, так как я рассказывал перед тем, что они в Турцию, в Испанию экспортируют свой товар, есть высокорослый томат, розовый. Он называется Pink Harp. В сравнении с Афиеном, это то, что мы завозили в компании Tizye, и мы тогда подбирали, смотрели, чтобы хотя бы было что-то, что-то похожее на этот томат. Естественно, фотоаппарат, на ноутбуке тут чуть лучше, как бы проектор может не так передает. Действительно, на самом деле, это розовый томат. По форме вы видите, практически по камерам, где-то они одинаково приблизительно. Единственное, что для Pink Harp, это то, что он все-таки не относится к супер раннеспилу. То есть, он будет уступать Афиену, он будет уступать Pink Ler, однозначно. Но, если брать по этому, с Грифоном они будут где-то, где-то в одинаково идти, в одинаковых таких периодах, в одинаковых рамках. Единственное, что будет его отличие, это то, что, опять же, я повторюсь, это вот мощный куст, хороший лист, хорошая облиственность, неплохая устойчивость именно к бактериозным заболеваниям. В этом году были проблемы именно в первом обороте, как и во втором, с бактериозами, то отметили то, что Pink Harp в одной теплице была пораженная в другой гибрид бактериозом, этот стоял зеленый. Ну, и то, что он в первом обороте, именно действительно в первом обороте, он не растрескивается. То есть, он не имеет зеленого пятна, это видно по гладам зеленым, то есть, они все молочные, хороший розовый цвет и не растрескиваемость в первом обороте. Во втором обороте, возможно, все-таки, ну, не благодаря то, что температуры такие высокие скачут, никак не могут люди все-таки с этим поливом. Это не только беда, допустим, Pink Harp и других розовых томатов, и, кстати, и черных или темно-красных, как их правильно назвать. Это есть беда в том плане, что высокие температуры, очень большая транспирация и люди не могут понять, как правильно поливать. Через день, через два, через три. Какими дозами? До сих пор я сам для себя тоже, я не нашел еще ответ. Потому что мы, я советовал, кому-то через три дня получалось тоже вроде лопается, дозу дают. Кто-то поддерживал уровень, как бы через день поливал, тоже переуглажнение. Но здесь, мне кажется, все-таки большее решение, выход, это то, что надо ставить влагомеры, то есть приборы, которые не очень дорогие, которые будут показывать, сколько, какой процент влажности почвы. И отмечать, какой критический, и тогда начинать поливать. То есть здесь надо подойти немножко, чуть-чуть, как бы с технической точки зрения. Вот, ну вот, пингхат, мощные кусты, мощные растения, в принципе, 4-5 штучек в одном кластере. И то, что вес его где-то ориентировочно около 220 грамм. То есть 200-220 грамм. Это средне-крупный помидор, какой-то не особо такой большой, ну и не мелкий. Хороший, плотный и то, что люди отмечали с хорошим периодом хранения. То есть он лежит более 3-х недель и при этом не теряется никаких особенностей. Какой был, еще наоборот, становится более таким розовым и хорошо продается. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.